Так, Аллилуйя. Слава нашему Богу за наших прекрасных детей. Давайте мы прострем наши руки. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Мы благословляем твое наследие, Господь Отче. Аллилуйя, Отец, тот дар, который ты нам дал, Господь, этих прекрасных детей. Аллилуйя, Отец, Осана. Пусть они, как самые прекрасные цветы жизни, Господь, Возрастали в твоей любви. Даже растениям нужна любовь, но нашим детям нужна, в первую очередь, твоя любовь, твое Божие присутствие, твое Божие благословение. Наши родительские молитвы, Господь, Аллилуйя, Отец, Возрастать в Божьем присутствии, в Божьей славе. Нам нужна церковь, хорошая, живая церковь, которая знает живого Бога и вводит наших детей в личные взаимоотношения с Иисусом Христом. Нет ничего выше на этой земле. Спасибо тебе, наш дорогой Господь, за то, что наши дети знают тебя. Спасибо тебе, Господь. Мы еще раз молились во имя Твое. Иисус, Ты наш Господь и наш Бог, и народ Божий скажет Аминь. Детки, проходите на воскресную школу. Пусть Бог благословит руководителей. Аллилуйя. Я начну с хорошего такого свидетельства. На этой неделе много событий у нас произошло. Может, потому что церковь начала усиленно молиться. Чудеса происходят там, где в них верят. Аминь. Где в них не верят, чудеса не происходят. Я расскажу о том, как мне приснился сон. И это было, может быть, наверное, больше месяца тому назад. Мне снится сон о том, что я в какой-то комнате, и вдруг я вижу, что иуна. Иуна – это когда, если помните, к нам приезжала с Южной Кореи делегация, с 13 человек, и они проводили здесь большую евангелизацию в парке. Они привели более 50 человек в церковь. Они прославляли Бога. Они танцевали корейские танцы вот здесь с верами. Мы были впечатлены просто их уровнем. Какие голоса прекрасные. Игра на скрипке. Сценки какие-то. Танцы. И это все заключено в какую-то маленькую группу людей, и они все это умеют. И они говорят на нескольких языках. И мы просто вот так смотрели на них и восторгались, восхищались. И мы запомнили о том, что среди них была такая очень активная девушка. Она главный менеджер у них, такая очень активная. Она всех их строила. Они все ее на самом деле в какой-то степени даже побаивались по-хорошему. И мне снится, что она меня учит считать по-корейски. И она мне говорит, я помню, что во сне она мне говорит по-английски, я обращаюсь к ней, tell me, tell me please, hana, tul, set, net, tasot. И счет по-корейски звучит. Я ей отвечаю, Иуна, ты знаешь, я вообще знаю счет, потому что я раньше занимался тэквондо, я был чемпионом Казахстана по тэквондо. Понял, считать я умею. И она говорит, тогда я буду тебя учить читать по-корейски. И на этом сон прерывается. Я так просыпаюсь, делюсь с Наташей, думаю, странно, наверное, нам придется в Корею ехать, просто надо сейчас усиленно заняться английским, корейским, языки учить. Проходит две недели, и нам пишут с Сеула, с Южной Кореи, пишет именно это Иуна, потому что она главный организатор, она говорит о том, что мы недавно собирались, было совещание, планируется в феврале месяце конференция, которая называется РУСТА. РУСТА – это русскоговорящие церкви по всему миру собираются вместе для того, чтобы произвести какое-то духовное пробуждение по всему миру. И вас, пастырь, приглашают в качестве спикера, спикера о том, что задать какую-то бленную тему, которую вы можете выбрать. Ну и там, я смотрю, там какие-то, ну, просто такие вот, мы посмотрели программу с Наташей о том, что вот, там, что предстоит, о, ну, это такая привилегия, ну, вдруг так это вот совершенно для нас неожиданно и приятно. И я так, там, через нашу Аню, там, мы пишем опять, ну, вот она переводит, пишет им, а можно ли я приеду вместе со своей супругой? Они, нам надо посвящаться? Нет, говорят, ну, говорят, да, конечно, супруга, вы можете приехать, и я задаю следующий вопрос, а она тоже может, она же тоже у меня духовный человек, и может она тоже какую-то тему даст, потому что она, вот, ну, у нее высшее образование, она тоже, ну, там, может хорошо развернуть. Вот, и через какое-то время приходит ответ. Вы можете приехать вдвоем, и вы оба спикеры, ну, на этой конференции выбирайте тему, ну, я выбрал тему здоровья, да, о том, что духовное здоровье, у меня есть развернутая тема, она тем более подготовлена. Я говорю, ну, я врач, поэтому, ну, для меня логично взять вот такую тему. Моя супруга выбрала семейная гармония. Все, дали добро. Написали нам о том, что вот мы приглашаем, мы вас ждем в феврале, такого-то, такого-то числа, проживание, там, питание, это все будет за наш счет, ну, то есть вам надо только купить билеты туда-обратно. И я просто, ну, как, вот у меня такое свидетельство о том, что, ну, разве это не Господь? Ну, вообще никто бы не мог вообще подумать о том, что там нас там как-то пригласят, и главное, что Бог мне проговорил. И я так говорю, Наташа, о том, что у нас сейчас какой-то год начинается, год собирания плодов. То есть то, что мы когда-то начали сеять 20 лет тому назад, потому что я уже более 20 лет пастырем, церкви, ну, это четвертая у нас церковь, несу служение, и я думаю, что сейчас мы начинаем пожинать то, что мы когда-то сеяли. Впервые в этом году мы скоро поедем в наш город, в Казахстан, в Караганду. Караганда, я сегодня для телевидения скажу, что это находится в Караганде, потому что когда у американцев спросили, вы знаете, где находится Караганда, они сказали, ну, а, Караганда-Уганда, а мы знаем, это в Африке. Ну, Караганда, это в Казахстане находится, большой город, миллионник, ну, когда-то был миллионником, сейчас я не знаю, какая там ситуация, как-то меньше стало, потом больше стало. Церковь, которую мы основали с Натальей впервые, то есть они могут себе это позволить сейчас, они решили нас пригласить, и дорогу проплачивают, они берут на себя туда и обратно, чтобы мы приехали в Казахстан, несли у них служение, проповедовали, общение, устраивают там встречу с пастырями, собирают пастырей с разных церквей, пастыря, которых мы знаем, которых мы не знаем, наши старые друзья придут, и будет вот такое общение, будет бешпармак, будет там козы, будет чай по-казахски, вот, и мы это уже знаем. Вот такое свидетельство, то есть, кто-то может сказать вообще, что вообще в церковь ходить, да? Трапеза Господня, она недостойна уважения, как вот где-то в одном месте написано, о том, что, ну, просто как-то это, я вот могу так засвидетельствовать о том, что, ну, да, может быть, довольно длительный период времени, мы жили очень тяжело, да, мы прорывались, мы там бились, там, очень тяжело ставить церковь, очень, всегда очень тяжело что-то начать, новое, да, с нуля тем более, очень тяжело, но возможно. И плод, он, ну, вот, я сейчас у меня такая, знаете, радость, такая отрада о том, что вот наши дети, которые там подросли, там, они приглашают, да, там, мы поедем, вот, Южно-Корею там приглашают, наконец-то там, вот, ну, что-то, мы выходим на какой-то уровень. Приятно? Да, конечно, приятно, да, тем более на таком уровне, что, на самом деле, международный уровень, там соберется много пастырей с разных, не то что даже с разных церквей, с разных, с разных деноминаций. Слава нашим Богу! И сегодня, это было мое свидетельство, сегодня я хотел бы затронуть такую тему, и сейчас я хотел бы попросить запустить ролик, мы хотим использовать все возможности нашего зала, и я хотел бы, Наташа, если можно, свет, да, Костя, немножко убрать свет, подсветку. Пока ролик играет, я не знаю, так, дети все ушли, да? Все ли понимают, о чем идет речь там на ролике? Сегодня я хочу затронуть тему, которая касается непосредственно Болгарии, еще некоторых скандинавских стран, и эта тема бесплодия. Тема очень важная, потому что по каким-то определенным духовным причинам, вы можете смотреть ролик, и параллельно я буду говорить, это явление становится бичом общества, то есть возникает такое довольно распространенное явление, что женщины вдруг не могут забеременеть, женщины не могут вынести плод, женщины не могут родить, имею ли я право об этом говорить? Конечно, имею. Я хотел бы, потому что я об этом уже, может быть, два или три раза уже говорил, но я хотел бы сказать о том, что я врач по специальности, я компетентен в области, потому что несколько лет я работал в неврологическом диспансере в качестве врача-сексопатолога. Очень приятно познакомиться, да? Если что, обращайтесь. Вот, и эта область, она, ну, то есть я ее исследовал, то есть на самом деле, вот. Еще раз повторю, что я заканчивал когда-то Карагандинский государственный медицинский институт, в 95-м году я закончил его, уже более 20 лет я являюсь врачом, работал в государственном учреждении, в областной больнице, 7,5 лет, 4,5 года я работал в реанимации, в онкологическом диспансере, поэтому онкология – это тема, которая тоже мне очень близка, и я, ну, как, сведущий в этой области. И потом уже остальное время я работаю в частной клинике, в частной сфере, и спектр моего воздействия, он довольно широкий, потому что потом я закончил Тензинский университет традиционной китайской медицины, и мы тоже будем немножко и по китайской медицине касаться. И Бог так благоволил мне, что когда я заканчивал Карагандинский, наши преподаватели в основном были евреи, которые потом уехали в Израиль, и я горд тем, что я закончил именно Карагандинский, потому что, ну, это практически детище репрессированных евреев, которые были, ну, они всегда, то есть они были и остаются на самом высоком таком уровне и дают колоссальные знания, они в этом особенно одарены Богом. Когда я приехал в Китай, опять же, Господь благоволил, что мы застали академика Люгунь Ваня. Академик, это высокое звание в Китае, всего на то время было три академика. То есть на миллион профессоров, на миллионы профессоров всего лишь три академика, звание академика в Китае получить практически невозможно. То есть его получают, его дают за какие-то невероятные какие-то заслуги. И мы попали к нему, и он нас встречал, он нам давал какие-то невероятные знания, он был один из самых лучших переводчиков древнего трактата Шанхан Луни, это древнекитайский трактат, который сейчас мой сын изучает на старокитайском языке в Китае. А вот он приезжал и делился. Потом я закончил с отличием Уральский институт гештальтехнологий, где мы проходили последние технологии по гештальтерапии, это транзактный анализ, это классический психоанализ, это арт-терапия, это телесно-ориентированная психотерапия. Очень много направлений, которые, ну, сегодня я могу коснуться психосоматики, я могу об этом говорить часами, на самом деле. И опять же, преподаватель третьего поколения после Фредерика Перлза, основателя гештальтерапии, мощная такая, на самом деле, женщина, терапевт, которая делала просто невероятные вещи. Она даже приезжала к нам в Варну и проводила семинары. Все остались под большим, колоссальным впечатлением. И еще одно мое образование, это Южнокорейский институт библейский, Южнокорейское семинарие, которое мы закончили вместе с Натальей, нам выдали дипломы и выдали, знаете, такой большой сертификат, что мы такие-то, такие-то, такие-то отправляем Геннадия Ни, Наталью Сахару в качестве миссионеров в Болгарию. Поэтому сегодня я буду... Почему я об этом говорю? Потому что, ну, чтобы мы понимали, что говорит не только пастырь, но говорит специалист, врач, который компетентен в этой области, что не просто там какие-то, ну, такие, ну, просто сведения или какие-то данные. Это мой личный опыт. То есть сегодня я буду делиться своим личным опытом, своими какими-то личными переживаниями. Если это проблема в Болгарии, это бесспорно есть, потому что мне приходится с этим сталкиваться постоянно. Слава нашему Богу! Это идет формирование сердца у зародыша, так постепенно, на самом деле, образуется сердце человека. Чуть попозже вы увидите о том, что плод уже внутри утробы матери, он может испытывать всю гамму чувств, эмоций, он может радоваться, он может плакать, он может злиться, он может топать ножками, он может тосковать, когда ему что-то не додают, он может в какой-то степени даже уже выстраивать какой-то диалог. Понятно, что на таком, на ментальном уровне он может как-то устанавливать контакт со своей мамой и даже со своим папой через стенку живота. Уже может происходить какое-то общение. Замечательное видео, замечательный ролик. Я когда первый раз его увидел, словами невозможно передать, он просто был обезмолвлен. Какую красоту смогли передать видеооператоры, вот как ручка сейчас сформируется, конечности. Как можно вообще подумать, что это сформировалось вследствие какой-то эволюции, что на самом деле мы от амебы, или потом от обезьяны. Библия говорит, что это творение рук человеческих. Давид восклицает, ты соткал меня в очреве матери моей. Давид был невероятной такой личностью, которая писала пророчество, откровение. Для него было откровение, он пережил что-то. Он говорит, ты меня соткал в очреве матери моей. Тема бесплодия. Можем параллельно смотреть и параллельно слушать. Что такое бесплодие? Это когда женщина в течение какого-то определенного времени по Всемирной организации здравоохранения установлен срок. То есть если в течение двух лет женщина по каким-то причинам не может забеременеть, то речь идет о бесплодии. Причин бесплодия может быть множество на самом деле. Я сегодня не ставлю перед собой цель осветить весь спектр, потому что он очень огромный. И тем более я хотел бы сказать, что я не ставлю сегодня цель прочитать вам лекцию. То есть лекцию вы можете где-нибудь просто накопать, в Ютубе где-то что-то, какую-то информацию. Моя задача сегодня как пасторя, потому что мы же в церкви, моя задача осветить духовные причины и как из этого выходить. Почему в Болгарии, во многих скандинавских странах это стало такой серьезной проблемой. Проблема, насколько она серьезная? Она очень серьезная. Идет вырождение нации, целых наций. Просто нация вымирает. И это происходит в скандинавских странах уже, можно так сказать, напропалую. В Болгарии, слава Богу, что это только начало проблемы. То есть это только начало иметь место. Около 40% причина бесплодия является женщины. То есть что-то в женщине не так, там что-то фаллопии трубы, какая-то проходимость, там что-то не может вынести, яйцеклетка плодотворенная, не может по каким-то причинам закрепиться на стенке матки и так далее и так далее. То есть причин также может быть множество. Около 20% причиной являются мужчины. Также о том, что там просто что-то не так со сперматозоидами, семенной жидкостью, проходимость какая-то плена не та. В 25% оба являются причиной. И где-то 15%, которых мы сегодня, кстати, коснемся, причина непонятна. Не смогли установить. То есть абсолютно здоровая женщина, абсолютно здоровый мужчина, все у них работает, все у них функционирует. И по каким-то причинам они не могут ни забеременеть. И если даже забеременели, происходит постоянно какой-то выкидыш. Абортирование плода просто не может вынести. Причины бесплодия у женщин это отсутствие нормального регулярного менструального цикла, идут какие-то такие гормональные нарушения. Это какие-то последствия неритических заболеваний, воспалительные какие-то процессы в женской половой сфере, непроходимость маточных труб или фаллопиевых труб. Причины у мужчин, я просто коротко так пройдусь, это неактивные, как я уже говорил, малоподвижные сперматозоиды, это наиболее часто встречающиеся проблемы у мужчин, какие-то повреждения, либо травмы, либо врожденные дефекты, строение семенников, перекручивание яичек, травмы полового органа, варикоцели, довольно распространенное заболевание среди мужчин, которые последствия, как правило, это бесплодие, воспаление половых органов, и также последствия венелитических заболеваний. Я пропускаю, что оба виноваты по тем же самым причинам, когда оба имеют хотя бы по одной такой причине, что последствия того или другого, то, опять же, конечно, возникает бесплодие. И в 20 случаях из 100 врачи не могут открыть первопричину вообще, почему женщина не может забеременеть или почему она не может вынести плода. Да, здесь вот вы можете уже увидеть о том, что зародыш, он испытывает всю гамму эмоций, он улыбается, периодически он может сосать палец, то есть развивается сосательный рефлекс, он бьется, когда ему неудобно, он бунтует, он сам каким-то образом переворачивается в отрубе матери своей. Я хотел бы напомнить одно место из Библии, где написано в книге Бытие, 1 глава, 28 стих, «Плодитесь и размножайтесь, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Мы должны четко знать о том, что Бог нас благословил, Бог сказал, чтобы мы плодились, чтобы мы размножались, наполняли всю землю, и даже обладали ею, то есть Бог нам дал власть над этой землей, это Божье творение, это Божий план, это Божья программа в плане того, чтобы молодые люди встречались, женились, выходили замуж. И вот здесь вот на самом деле, в чем суть проблемы, если касаться духовной стороны, Новый Завет говорит так, «И будет в последние времена, как было в одни ноя, что люди ели, пили, выходили замуж, женились, и вроде бы ничего плохого нет, да, ну что тут такого, ну да, а что же в этом греховного, что в последние времена там на самом деле кто-то будет есть, кто-то будет пить, кто-то будет жениться, кто-то будет выходить замуж». Суть греха заключается в том, что люди все это в последнее время будут делать, но абсолютно без Бога. Что сейчас и происходит. Ну, мы жили в условиях Советского Союза, на территории бывшего Союза, люди выходили замуж или женились, даже не думая о том, что вообще Бог нас благословит или не благословит, и при этом они беременели, при этом они рожали, и через это мы можем узнать о том, что насколько велика милость Господня. То есть Бог позволял это, то есть это продолжалось, люди продолжали свой род, ну, потому что так написано, о том, что если они не будут почитать меня, да, они будут даже проклинать меня, там, в Ветхом Забете в заповеди прописано так, что проклинающие меня будут прокляты до какого? До третьего, четвертого рода. То есть род будет продолжаться, но с каждым родом проклятие, оно все будет усугубляться, становиться больше, сильнее, проклинающие меня, говорит Господь, будут прокляты до третьего, четвертого поколения. Род продолжается, но он начинает в какой-то степени просто погружаться в какое-то проклятие. Это усугубляется, и потом начинают возникать какие-то пленые последствия. Одно из последствий это вырождение нации. Женщины перестают беременеть, не могут вынести плода. Это явление, которое носит название бесплодие. Я считаю, это не мое личное мнение, это мнение многих пастырей, многих служителей, это библейская точка зрения, это всегда есть следствие отпадения, отпадения целой нации от Бога. То есть сегодня, что мы можем видеть? Мы можем видеть то, что на территории Болгарии сегодня вполне нормально жить вне брака. То есть брачные взаимоотношения не считаются за что-то обязательно. Вполне нормальным считается жизнь в гражданских взаимоотношениях, то есть гражданский брак. Все об этом знают, что в Болгарии это повсеместно распространено. Хорошо это или плохо. Для этого мира это может быть хорошо, но я хотел бы привести такую историю. Вообще на эту проповедь меня побудила именно вот эта история о том, что произошло со мной в Бургасе. Ко мне в Бургасе обратилась очередная пара. молодая пара, которая живут уже на протяжении длительного времени, то есть они живут уже довольно долго в гражданском браке, но у них нет детей. И они обратились, и я лечил уже их на протяжении более двух лет. То есть мы там, ну просто я начинаю, что сперва я проясняю физикальные причины, о том, что физически, о том, что там проходимость, там вы сдали тест на сперматограмму, вот это прояснили, эхографические исследования, контрастный снимок и так далее, и тому подобное. Проясняем о том, что ну там есть небольшая слабость, ну опять я затрону здесь немножко китайскую медицину, по китайским канонам немножко по-другому. Женщина не может забеременеть, потому что почечка слабая, так скажет китайский врач, или потому что селезенка ослаблена, поэтому нарушается проходимость фаллопиевых труб, это чисто вот китайский синдром. Вот, и они будут совершенно по-другому лечить, они будут восполнять, они будут укреплять, и у них огромный спектр, ну в том плане, что если у западной медицины спектр довольно узкий, ну в том плане, что это просто или гормональная терапия, это могут быть какие-то опленые травы, да, могут назначить там, ну, элеутерокок, да, могут назначить пантокрин там, ну, продукцию, которая делается из рогов пантоморала, чтобы усилить потенцию, чтобы пришла какая-то сила, то есть западная медицина тоже использует природные средства, но если сравнивать с китайской, это ни в какое сравнение, у китайской медицины спектр просто колоссальный, просто они используют абсолютно все, что создал Бог для того, чтобы укрепить, все это укрепляется, то есть здесь я помог, все восполнили, все укрепили, детей нет, поднимаемся на другой, на следующий уровень, психосоматика, начиная прояснять, имеет ли это значение, колоссальное значение, в каких условиях живет семья, ругаются ли они, может быть, муж третирует жену, это может быть причиной, да конечно может, постоянно подавляет, постоянно крик, постоянно какие-то скандалы, постоянно люди оба находятся в каком-то колоссальном каком-то напряжении, начинаем прояснять, все нормально, там провел, прояснил, причин каких-то, что вот именно по этой, нету, пошли дальше, и вот мы подошли, в этот раз мы подошли на этот уровень, духовный уровень, давайте мы посмотрим, я разговариваю с молодым человеком и говорю о том, что, дорогой, давай с тобой поговорим так, ну просто по-человечески, я немножко расскажу тебе, что важно для женщины, женщины устроены немножко сложнее, для женщины важно, чтобы ты ей обеспечил какую-то такую, как сигурность, ну просто стабильность, уверенность в завтрашнем дне, ну какая-то материальная база, что ты ее защищаешь, что ты будешь с ней, даже тогда, когда она забеременеет, и даже когда она родит, ты все равно с ней останешься, для этого что нужно, для этого надо как-то узаконить, ваши, ну я знал о том, что у них гражданский брак, ну я спросил все равно так, может быть они за это время женились, говорю, ваши взаимоотношения узаконятся, он говорит, нет, ну мы уже так привыкли, мы живем в гражданском браке, у нас в Болгарии это нормально, я говорю, вот это одно, твоя женщина, она не уверена, потому что гражданский брак, это очень неудобно, ну в том плане, что ты можешь слинять, ну то есть убежать, уйти, когда хочешь, ну то есть вот тебе что-то не понравилось, хлопнул дверью и до свидания, да, женщина не уверена. Второй момент, я хочу тебе сказать, что в Болгарии очень сильно распространено обращение к гадалкам, к ясновидящим, к экстрасенсам, ходили когда-то, обращались там, ну да, говорит, это у нас, ну да, это было, мы вообще увлекаемся эзотерической литературой, вот мы там в хатха-йоге занимаемся, ну да, обращались. Я начинаю говорить о том, что, ну ты знаешь о том, что Библия говорит по этому поводу, обращение к гадалкам, но это все равно, что обращиться к самому дьяволу. И потом тебе просто на самом деле, ну, библейская история о царе Сауле, что произошло с Саулом? Саул в определенный момент устал, ну просто устал от того, что ну просто вот, это к этому Богу надо постоянно обращаться, надо жертву приносить, надо там молиться, надо вот дождаться точно до срока, вот этот пророк его уже надоел уже, ну что он там постоянно от меня там что-то требует. И в какой-то момент, что сделал Саул? Он пошел, кому он пошел? Он пошел к гадалке. Знаете, чем закончилась эта история? Он пошел к гадалке, и эта гадалка, она начала говорить ему слова, потом она смотрит ему в глаза, говорит, ты кто? Ты кто вообще? Ты тот царь? И начинает ему говорить какие-то вещи, о которых никто не мог знать, потому что он пришел к ней тайно, переодевшись, но она не знала, что он царь. Он говорит, она говорит ему какие-то вещи, и потом она говорит, ну просто, что дух Самуила начинает выходить как бы вот так из земли, и этот дух Самуила говорит, в первом же сражении погибнешь ты и твои дети. В первом же сражении. То есть обратился к гадалке, да, ну все, то есть пошел к дьяволу, да, ну дьявол тебя и заберет. Ну просто вот на самом деле. Все эти слова, они полностью исполнились. В первом же сражении погиб Саул, его там закололи мечом, погибли его сыновья, только по той причине, что человек обратился к гадалке. Здесь, в Болгарии, это делается направо и налево. А, ну там, что-то непонятно, пошел, обратился к ясновидящим. Глядачки, глядачки, глядачки. Глядачки, это определенный род проклятия, это служители дьявола, да, ну мы в Ветхом Завете можем просто прочитать такое Божье постановление, что да не будет в вашей среде ни гадалок, ни ясновидящих, потому что, и перечисляют, 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 потому что это мерзость перед Господом. Это мерзость перед Господом. Это слуги дьявола. Что они вам, правду что ли скажут? Они вам так запудрят мозги, что просто на самом деле убедить вам в том, что вы погибнете какой-то страшной какой-то смертью, что конец вас будет ужасный. Если вы поверите, то так с вами и случится. Когда я просто проговорил вот это о том, что да, ты знаешь, вполне возможно, ну если вы обращались, то ну просто что-то включился, какой-то механизм, там кто-то что-то сказал, где-то вас там кто-то проклял, там какое-то заклятие наложил, какую-то магию против вас сделали, потому что здесь, ну вот я когда немножко вник, это здесь вообще, пруд просто пруди, ну просто это настолько распространено. И к чему я веду? Я говорю, ты знаешь, кто может разбить, послушайте внимательно, кто может разбить, проклять, на вас наложили какую-то магию, например, да, я не говорю точно. По Библии это может сделать только священник, это может сделать церковь, это может сделать только Бог. что вам необходимо? что нам сделать? Вам надо найти хорошую церковь, живую церковь, хорошего священника с хорошей такой, доброй репутацией, чтобы над вами совершили молитву благословения. Вы нуждаетесь в благословении, потому что Бог вас по Библии, Он уже вас благословил, но это благословение, оно могло быть аннулировано вследствие вашей греховной жизни. Это раз, да? Вследствие того, что кто-то там вас проклял или просто взошли не на ту территорию, вы сегодня на территории дьявола, это два, а в-третьих, что вы и не собираетесь идти туда, где это проклятие могут разбить. Вам надо идти в церковь. Ох, ну, у нас в Болгарии, чтобы там священника там найти, ну, просто это невозможно. В принципе, говорит, я знаю точно, что если я приду в церковь, меня сразу же придадут анафеми, потому что я погружен в эзотерику. Ну, просто я говорю, я, знаете, это мое мнение, конечно, я встречаю в Болгарии очень много людей, болгар, которые говорят о том, что они во всем разочарованы. Священники все лицемеры, лжецы, тунеядцы, паразиты и так далее, подобные, это может продолжаться бесконечно. Я говорю в таких случаях, слушай, в Болгарии есть православная семинария, есть духовные институты, католические какие-то обленные духовные учреждения, протестантские институты, колледжи, семинарии, все, что угодно. Закончи, получи духовное образование, сам стань священником и открой церковь, которая тебе нравится. Аминь или не аминь? Которая будет тебя удовлетворять, которая будет удовлетворять всем твоим требованиям. Ну, разве это несправедливо? И все, и вперед, ну, просто на самом деле, служи Богу. Что ж ты цепляешься к этим священникам, что они все какие-то? Найди. Если сильно поискать, всегда можно найти хорошего священника с хорошей репутацией. Да, да, и сегодня моя тема, она в большей степени направлена именно на это. Как вот выходить из этой ситуации? А делать-то что? Вот, на самом деле, просто по моей статистике, лично через мою практику, то есть через ту помощь, которую я оказал население, 11 пар уже вернулись и сказали, одна пара, кстати, более 10 лет не могла иметь детей, не могли забеременеть, не могли выносить. Более 10 лет. Все то, что вообще западная медицина предлагает, они все испробовали, вплоть до искусственного оплодотворения, они делали несколько раз инвитро, не удерживаются, все выходит, ничего не получается, ничего не срабатывает. 11 пар вернулись и сказали спасибо. Сказали о том, что доктор, вы нам очень помогли, мы попили ваши травки, мы попили ваши древние рецепты, мы сделали то, что вы сказали, диету откоррегировали, воду стали пить больше, напитки какие-то устранили, от никотина отказались, от концентратов отказались, все сделали, у нас получилось, у нас первый ребенок. Вторая пара пришла, у нас уже двое детей, мы немножко вспомнили, подзабыли про вас, но вот пришли сказать, что у нас уже двое детей. И та пара, которая более 10 лет не могла иметь детей, они тоже вернулись и сказали о том, что у нас родился ребенок. И мы вместе поблагодарили Бога. Кстати, я лечу не только травами, да не только рецептами, не только какие-то манипуляции провожу, обязательно я предлагаю молитву, давайте мы помолимся. Если семейная пара все, у них узаконенные взаимоотношения, там просто, ну на самом деле, может быть они условные, номинальные, православные, я предлагаю ему, давайте, вы же православные, давайте помолимся, давайте помолимся. Он все, с возложениями рук, беру, доставил елей, помазали, благословили, рождается ребенок. Слава нашим Богу. Я хочу сказать, я хотел бы привести христианскую статистику или даже точно сказать статистика Иисуса Христа, о чем он говорит. Из 10 прокаженных, только один вернулся, чтобы сказать спасибо. Я примерно так считаю, что просто, если вот из 10 одна пара вернулась, чтобы сказать спасибо, то вот этих пар, ну на самом деле, их прошло очень много. Я не считаю, я не провожу такую статистику, что там, ну примерно более 100 пар уже получили результат, но только 11 пар вернулось, чтобы сказать спасибо, доктору, вы помогли, слава Богу. Но я сегодня в большей степени ставлю акцент на то, ну это мое обращение, да, вот к болгарской нации. Как решать эту проблему? Если вы у меня сегодня спросите, а что же нам делать, да? Вот, эта проблема уже началась. И я могу так сказать, интересно, Болгария, это такой регион, я хочу сказать, очень экологически благоприятный. Я лично знаю здесь одну пару, которая приехала когда-то сюда, в Болгарию, чтобы здесь забеременеть, чтобы здесь пройти, прожить весь период беременности и чтобы именно здесь родить. Потому что, как они сказали, здесь экология просто замечательная. Воздух, мы живем в таком районе, воздух чистый, вода хорошая, ну там, в определенном районе вода может быть очень хорошая. Питание, продукты, все очень экологически чисто. Мы приехали в Болгарию для того, чтобы рожать. Понимаете, да? А сами болгары родить, ну, то есть я не говорю про всех болгар, но какая-то уже определенная часть не могут родить. И здесь я немножко тоже сделаю такую оговорку, ну, потому что там девушки сегодня увлечены карьерой, да, о том, что закончить образование, да, ну, что сейчас я сперва вот стану кем-то, вот, а потом уже, и это тянется вот до 40 лет, а потом после 40 лет они пытаются забеременеть. Ну, просто, ну, это и по западным канонам, и по восточным это считается безумием. Ну, если ты кого-то родишь, то это уже будет неполноценный ребенок. Ну, ну, если, конечно, хорошо тебя подпитать, если тебе хорошо помочь, то, ну, слава Богу, потому что здесь есть один случай, когда одна болгарка в 67 лет, ну, это уникальный случай, в 67 лет, ну, инвитро и сделали искусственное оплодотворение, она родила. Правда, я не знаю, кого она родила. Близнецов родили. Нет, я имею в виду, что... Вот я про это говорю, я не знаю, кого она родила, потому что последствия, то есть, родить в 67 лет, ну, это, это очень опасно, это очень рискованно. То есть, экология хорошая, питание хорошее, еще одна причина, которую я всегда корригирую, о том, что говорю, сколько вы пьете воды. Сегодня я буквально посмотрел перечень напитков, и вот, знаете, вот просто, я даже это вот сейчас открою. Перечень напитков, которые сохраняют молодость, которые, кстати, мне 51 год, почему я об этом говорю, потому что, когда один раз я пришел, это в Болгарии, это называется домашнее посещение, я пришел, зашел в комнату, там лежит какой-то дед, дедушка, и он говорит своей жене, перевожу с болгарского, дорогая, чем может мне помочь этот молодой человек, этот мальчик? Вот, я говорю, вообще-то не мальчик, ну, на то время, где-то было около 47 лет. Я говорю, мне 47 лет, и у меня стаж уже довольно огромный, опыт довольно, то есть я могу вам помочь, не думайте, что я какой-то там субординатор, или там, или интерн, они, да вы что? Выяснилось, что это дедушка, он младше меня, понимаете? Ну, и это для меня неудивительно, потому что я очень часто встречаю таких дедушек, которые, потом я буквально вот в этот раз заходит, все, он уже умирает, и выясняется, что ему 50 лет, мне 51, ему 50 лет, и он уже разваливается, он уже все, ну, то есть он собрался умирать, доктор, помогите мне. Я говорю, вы знаете, я старше вас, он говорит, я не могу в это поверить. Да вы что? Потому что. Говорю, а то сколько вы воды пьете? Я об этом сколько раз уже говорю, но это также является причиной, потому что, когда люди не пьют воду, они говорят, я не пью воды, зачем мне вода? Я не хочу ее пить. Сколько вы кофе пьете? От пяти до семи чашек этого настоящего болгарского кофе. Вы знаете, что вы с собой делаете? Вы не пьете воду, это сгущается кровь. Пьете кофе, это еще больше сгущается кровь. У вас начинается тромбоз, тромбоз, венозных сосудов, вену и так далее, просто какой-то тромбик сорвался, все, вас уже нет. Что вы делаете? Ну ладно, это мужчина, опять же, это тоже может сказаться на его бесплодии, кстати. Когда это делает женщина, то это в два, в три раза более усугубляется. Женщина, которая не пьет воду и которая глушит целый день кофе, да еще сигареты во рту, на самом деле, это просто бич, к сожалению. Я как врач обязан каждый раз об этом предупреждать. И я говорю, а что, ну подумающий, там несколько сигареток в день выкурил. Вы знаете, говорю, что является причиной облитерирующего андерториита? Это моя такая фишка. Я один раз приехал в Плевен, меня переводили. Я говорю, вы знаете, что является причиной облитерирующего андерториита? И перевозчик не смог перевести. Я так пошутил, но на самом деле есть такое заболевание, у которого причина только одна, это никотин. Никотин сужает артериолу, возникает стеноз. Если женщина хочет забеременеть, а у нее там все вот так стенозировано, то, конечно, она не забеременеет. У нее матка не функционирует, как необходимо ей функционировать. Я говорю о том, что вам надо отказаться от никотина. Вам надо, по крайней мере, снизить дозировку. Я не говорю там, ну вот я договорю про эту статистику. Ученые определили, это пишет Комсомольская правда за 2015 год. Семь напитков, которые вошли, топ-7 напитков, продлевающих молодость. И пишут, на первом месте стоит зеленый чай. В Китае с давних пор считается и так далее. Это подобное. На втором месте каркаде. Описывается. На третьем месте кофе. Я абсолютно не спорю. В том плане, что кофе один из антиоксидантных напитков, который омолаживает в разумных дозировках. Спросите у меня, вы пьете кофе? Я скажу, я пью кофе. Это может быть один раз в неделю, это может быть один раз в день утром. Если я собираюсь дорогой, я могу перед дорогой выпить чашечку вкусного, хорошего кофе. В разумных дозировках кофе хороший напиток. Но это же не 5-6-7 чаш в день. Это просто на самом деле, представляю, что там с давлением. Но я хочу сказать о том, что комсомольская правда лжет и дает полную дезинформацию. Не спроста в народе комсомольскую правду называют комсомольская ложь. Потому что это ложь. Потому что идет дезинформация, потому что здесь выпускается самое главное. Я согласен, зеленый чай очень хороший напиток. Это один из самых основных напитков Китая, который китайцы очень сильно любят. Поэтому они живут очень долго. Но на первом месте стоит не зеленый чай. А что стоит на первом месте? На первом месте стоит вода. И заменить это никто и никогда не сможет. Никто и никогда не придумывает ничего лучше воды. Потому что Бог это создал. Это его творение. H2O. Казалось, какая простая формула. Но лучше этого никто не сделал. И если ты... Вот. Смотрите, почему идет дезинформация. Потому что если ты отвлекся и сместил свой акцент от воды на зеленый чай, то ты себя гробишь. Ты перестал пить воду и пьешь только зеленый чай. Ты себя гробишь. Это я говорю как врач. Поэтому просто ко мне приходят и говорят, я пью чай, доктор, я пью чай. Я говорю, а воды вы сколько пьете? А воду я пью пол-литра, там, до литра. Только воды вам надо пить 2-2,5 литра, чтобы сердце работало хорошо, чтобы разгрузить почку, чтобы печень хорошо работала. Только воду, хорошую воду, которую вот в Китае, Китае это драгоценность, это основное лекарство в Китае, которое вот из каких-то районных экологических привозят, доводят до первых пузыречков и вот с дрожащими руками вот так выносят на улицу и продают ее, эту воду, потому что это лекарство. И пьют ее. То есть наш день начинается с Наташи, с того, что мы выпиваем по стакану теплой воды, которая вот немножко там до первых пузырьков дошла. Мы таким образом разгружаем свою почку. Если не пить, почка испытывает просто стресс. Очень быстро, буквально за несколько лет формируется почечная недостаточность. Женщина с почечной недостаточностью не может забеременеть. Поэтому этот бич бесплодия получает такое большое распространение. Но я хочу сказать о том, что в моем представлении самая главная причина это все-таки является национальное отхождение от Бога. И сегодня у меня обращение к Болгарии, не только к Болгарии, но и скандинавским нациям, которые когда-то были очень христианскими, но сегодня они очень далеко не христианские. И там уже вот эти сексуальные извращения получили распространение вот эти инцесты, родственные связи, когда папа может там переспать со своей дочкой, когда брат может жениться на своей сестре. Что происходит? Рождается аномалия. Аномальный плод. То есть вот эти генетические какие-то заболевания просто начинают. Почему? Бог что-то через это хочет сказать, что вы что-то делаете не так, ребята. Я это не смогу благословить. Понимаете, да? Потому что все уже оговорено. Сегодня Международный день Библии. В слове уже все сказано. И мы ничего к этому не сможем добавить. Я могу вас благословить только в рамках Божьего слова, Божьих стандартов, Божьей воли. О том, что плодитесь, размножайтесь. Я готов вас благословить. Но для этого в церковь хотя бы приди. Получи благословение. Начни читать Библию. И у меня вот это обращение о том, что болгары, вам надо вновь полюбить Бога. Ну, просто болгарская нация это же национальное достояние всего мира. Это носители кириллицы. Это просто на самом деле нация, которая сохранила свою веру. Я хочу сказать, они здесь, болгары, Коста, в этом отношении превзошли даже евреи. Евреи находились в египетском рабстве 430 лет. Болгары сколько находились? 530 лет. 530 лет находиться в рабстве, когда просто рубали голову направо-налево, когда насиловали, когда просто уничтожали генофонд нации, сохранить христианскую веру. Христианскую веру сохранить. И после того, как мы ее сохранили, сегодня что мы с ним делаем? Мы берем и от нее отказываемся. Мы не хотим ходить в церковь, мы не хотим читать Библию, мы не верим ни в одного священника, все вот так, смешали вот так в грязи, и мы ожидаем, что Бог нас будет благословлять. Одумайтесь, очнитесь, что мы делаем. Насколько важно не отойти. Книга Откровений говорит, вспомни, откуда ты не спал. Пусть вернется первая любовь, первая любовь к Иисусу Христу. Вы знаете, на самом деле, мне Господь все чаще и чаще напоминает те времена, когда началось сильное пробуждение в Казахстане, по всему бывшему союзу, и мы просто бегали по городу, и вы знаете, просто вот это неописуемое какое-то чувство, когда ты понимаешь, что ты пережил какую-то безграничную любовь, и ты любишь всех, и ты понимаешь, что это не твоя любовь, мы подбегали людям и говорили, тогда было очень распространено вот это обращение к людям, вы знаете, Иисус вас очень сильно любит. Если бы вы только знали, как Иисус Христос вас любит, и мы говорили людям, мы ходили, мы проповедовали, постановкам просто обращали, и мы говорили, мы говорили то, что мы переживали на самом деле. Мы несли и доносили о том, что Иисус вас сильно любит, и это работало, и это работало, сильнее любой евангелизации, когда люди понимают, потому что, да кто меня может вообще любить, да мы вообще всеми забытыми, забытые там проклятые там народ, но на нас уже кто-то может быть, и тут он узнает, а там оказывается, что кто-то умер за него, кто-то его любит безграничной любовью, кто-то заплатил цену, и кто-то его ждет. Мы говорили о том, что Иисус тебя очень сильно любит, и Он ждет тебя в церкви. Мы дарили такие брошюрки, ну мы, конечно, тогда в простоте такой душевной, мы пригласили в нашу церковь, потому что мы искренне верили в то, что именно наша церковь, она вот по-особенному какая-то благословенная. Я даже думаю, что это так оно и было на самом деле, потому что мы тогда горели так для Христа, ну как вообще никто не горел, ну и просто люди на это шли, и они не ошибались, они приходили, они познавали Бога, церковь росла, возрастала, ну все бурлило, все прекрасно, и очень мощное свидетельство, это центры реабилитации для наркозависимых, в которых мы с Наташей были, несли там служение, я там проводил семинары, мы там проповедовали. Феномен. В чем феномен заключается? Мы видим, что уже на протяжении нескольких лет существует центр реабилитации в Петровке, там больше ста человек каждый раз там проходит, постоянно какое-то движение такое, все горят, молитвенные проходят, там просто, ну на самом деле, там такая молитва, что просто люди, такое ощущение, что ты просто начинаешь отрываться от земли, просто какое-то вот на самом деле вознесение. Очень сильное Божье присутствие, молодые люди начинают влюбляться, начинают жениться, получать благословение от пастыря, церковь молится, и врачи говорят, то есть я свидетель, этого быть не может, потому что этого быть не может никогда. Наркоман, героинщик, который был на героине, там неизвестно сколько, там женится на девушке, героинщице, у которой дозировка по одному грамму в день. О чем вы вообще говорите? Они не могут родить ничего, если там что-то родится, и когда вот эти молодые люди, они шли там на консультацию, они говорят, вы даже не думаете, вы даже не пытаетесь, потому что что у вас вообще может родиться? Вы наркоманы, вы никогда об этом не забудьте. Не бывает бывших наркоманов, вы героинщики, забудьте о том, чтобы там где-то что-то там, просто сразу, просто вот забеременела, иди делай аборт, забеременела, ну так можно сказать, только неверующий, атеистически настроенный врач. Мы благословляли, мы молились, и вот эти семейные пары в этом центре реабилитации, они рождали нормальных, здоровых детей. Хотя до этого были случаи, когда они конкретно не могли даже забеременеть. Пришли, поверили, прошли восстановление, пошли реабилитацию, через 2-3 года они женятся, они беременеют, они вынашивают. Это что? Это Бог. Это свидетельство того, что Бог работает. Даже если взять самый запущенный вариант, самый какой-то запущенный случай, и мы можем об этом прочитать в 1-й книге царств, в 1-й главе, с 1-й по 28-й стих, прочитайте, пожалуйста, будет как домашнее задание, 1-й глава, с 1-й по 28-й стих, вы можете прочитать про Анну, Анну, которая не могла забеременеть, которая многие годы она не могла иметь своих детей, она была замужем, она была верующей, и вот она не могла иметь своих детей, и она мучилась, она мучилась об этом, и она пошла в церковь и узнала о том, что есть человек Божий, кто он? Пророк Илья, да, конечно, да, у него сыновья там, правда, не по его стопам пошли, и вот, и она молилась в храме, и потом Илья обратил на нее внимание, говорит, что ты там шепчешь? Он подумал, что она пьяная. Он говорит, я не пьяная, господин, просто вот я молю Господа, чтобы он дал мне ребенка, потому что у меня много лет нету ребенка, и он сказал твердо, уверенно, через один год у тебя будет ребенок, и она приняла в своем сердце такое решение о том, что если этот ребенок родится, я отнесу его в храм и полностью посвящу его этому пророку Илье, отдам его, просто отдам. Можете себе представить, женщина ждала ребенка, не могла забеременеть, и потом вдруг родила, и берет своего ребенка, она выкормила его, он уже там, ну, как все уже там, два года прошло, и она понесла, и отдала его, посвятила его в храм. Но я сегодня говорю о тех случаях, которые на самом деле по медицине, они необъяснимы. Я беру вот эти 20%, которые на самом деле они непонятны, почему женщина не может забеременеть, и я привожу тут же свидетельство, что даже когда ничего не помогает, когда ничего не работает, есть Бог, к которому ты можешь обратиться, ты можешь прийти в церковь, попросить, чтобы за тебя помолились, разбили какую-то магию, какое-то проклятие, последствия того, что ты обращался к ясновидящим и гадалкам, и для Бога все возможно. Аминь. Все, все возможно. И для верующего ничего невозможно. Аллилуйя или не аллилуйя? Слава нашему Богу. Давайте мы склоним наши сердца, помолимся нашему Господу о болгарской нации, потому что мы здесь неспроста, мы здесь не случайно. Лично я здесь для того, чтобы стать благословением, для болгарской земли, для болгарской нации. Прошу тебя, Господь, пусть это явление, как бесплодие, оно просто уйдет с этой земли по той простой причине, что болгарская нация начнет возвращаться к тебе, начнет опять любить тебя всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью своей. Уповать только на тебя, не на человека, не на свои силы, ни на свою плоть, ни на свою мудрость, но на Бога всемогущего. Я верю в то, что вот это явление, оно просто уйдет. Потому что вот эта плодородность, вот это плодородие, вот это благословенное чрево, да, благословить может только Бог, и делает он это через своих детей, он делает это через церковь свою, потому что он повелел нам, что вы свяжете на земле, будет связано также на небесах. Все то, что вы развяжете на земле, будет развязано также на небесах. Дай, Господь, чтобы наша церковь была благословением здесь, в Болгарии, не только в Болгарии. Пусть это слово дает, Господи, и до тех стран, где это явление тоже получило распространение, и люди узнают правду. Правду о том, как быть благословенными в Господе, как зачинать в Господе, в Боге, как вынашивать беременность в Божьем присутствии, как рожать детей во имя Господа Иисуса Христа, давая им христианские имена, как посвящать своих детей живому Богу. Аллилуйя, Отец! Потому что мы на этой земле на самом деле не имеем ничего. Слово Божие говорит, мы и сами не свои. Мы храм всемогущего Бога, и Дух Божий желает жить в нас. Спасибо Тебе, Иисус. Мы Тебя еще и еще раз благодарим и славим Тебя. Спасибо за то, что у нас есть священное писание, и у нас есть пять соло, пять только, что у нас мы прошли и отпраздновали праздник реформации, и у нас есть такой чудесный инструмент. У нас есть только одна вера. у нас есть только одно священное писание, только один источник. Нам не нужна комсомольская правда. Нам не нужна комсомольская ложь. Нам нужна та правда и та истина, которая сокрыта в Твоем Евангелии. Только благодать, только благодатью мы спасены. Нам не надо идти к ясновидующим, потому что только Христос, только Он спаситель, только Он дверь, только Он врата, и только одному Богу вся слава. Не какому-то человеку, но только одному Богу вся слава. Это пять соло. Спасибо тебе, дорогой Господь, за это служение. У нас еще есть свидетельство, у нас еще есть слово, короткое, у нас еще есть время. Слава Богу. Давайте мы прославим нашего Господа. Аллилуйя. За Его присутствие. за то,